Нина мастер нашего пара. Это наша банная семья. Так мы делаем мир чище, лучше, здоровее, сильнее. Учим людей расслабляться не алкоголем, а именно правильной баней. Не ходить к психологам, ходить в баню, не ходить к диетологам, сексологам и так далее. Все здесь, все решения здесь. Я Нина. Работаю я пармастер в баньках, физкультуру, фитнес-йогу провожу, массажики. Все, что для здоровья, для тела, для души, для человека. Это банщик, это, как сказать, продавщица. Вчерашнее же слово. Сейчас менеджер по продажам. Так же и здесь. Банщик, это такое слово, такое немножко уже вчерашнее. Пармастер, конечно, красивее. Ну, на самом деле, если называть все своими именами, значит, банщик, банщица. Это очень, да, трудозатратно все энергетически, физически, ментально. Ну, у меня свои есть методики разные, да, кальций вымывается. Знаете, как я определяю, как у меня начинают уже полезные вещества в парной же, с потом выходят все токсины? Я себя облизываю. То есть я по состоянию вот этого пота, да, я понимаю. Первый вот пот выходит, он такой соленый, едкий. То есть все это токсины выходит. Потом уже омываешься, там час, два, три, пять часов работы. А потом себя уже так попробуешь, оказывается, уже такая горьковатость идет. Я понимаю, что это уже полезные вещества выходят. Но ударная доза витаминов. Постоянно охлаждаться, вот эти вот у меня моменты. С дыханием я работаю, холодную воду пить. Но это индивидуально. Не рекомендация, а это мои вот наработки. Потому что кому-то, эта холодная вода, сразу же горло заболит. Где-то так. Мне нужно быть выспавшейся однозначно, быть сытой. Причем плотная такая еда должна быть, белковая. Вот для меня вот эти вот ресурсы. Но естественно, естественно, есть самый маленький, секретный индигреент. Это моя любовь к людям. То есть я очень хочу дать им вот это вот парение, душевное, здоровительное, приятное. И вот это вот, я когда вижу обратные вот эти благодарные глаза у людей, у гостей, которые после парения, вот эти глаза, лицо становится такое истинное, такое детское, девственное. Я вот вижу, я еще больше от этого подпитываюсь, я еще хочу больше дать. Ну и вот так, это вот такой бесконечный круг. Это энергия, инь-янь. Это никакая не философия, не эзотерика. Это физика, чистейшая воды. Левое, правое, полушарие. Мы все стоим из мужского, женского. И это было бы более гармонично, когда мужчина и женщина работают, хоть даже они не в отношениях. Это вот идет такой хороший обмен энергией. У меня в парной на самом деле нету мужчина это или женщина. У меня в парной в бане, для меня это человек, это душа, которого надо вот попарить, исцелить, убаюкать. А как уже с той стороны, я воспринимаю руки, веники, если это женщина или мужчина, прямо очень хорошо чувствуется. Ну, на самом деле все как обычно, все с любопытства, с удовольствием, с каких-то таких кухонных посиделок, банных. И потом со временем я поняла, когда приходишь в компанию, не коммерческую баню, и там человек десять, и Нина, ты кого паришь. Я говорю, я еще никого нет. Я первый, а я вторая, Нина, я пятая, а я десятая. И я понимаю, что я пришла отдохнуть, а я всех попарила, я оказывается поработала. Потом постепенно у меня такой еврейский калькулятор включился, думаю, надо это монетизировать. Все, и вот так потихонечку потом я попадала на фестивали, на обучение, и вот таким образом я уже, вот, ну профессионалом бы я себе не назвала, есть где учиться, учиться и учиться еще. Тебе надо в любом случае пройти домашнего, потому что тебе надо ставить стойку, а это первый класс. То есть это... Я сейчас знаю, что я сейчас на камеру отвлекалась. Я знаю. У меня ощущение, как будто я от камеры вот это вот отвлекалась. Вот покажи, как ты двигаешься, вот просто покажи, как ты двигаешься. Вот сейчас попарим в камеру. Встань попариться. Сейчас я хочу здесь посмотреть. Между нами разница. Смотри, как ты двигаешься, как я вижу. Смотри, смотри не на руки, а на телу. Смотри, в руки что-нибудь лёгать мне сейчас. Ты из тела ты волной управляешь. В этом вся разница. Просто этому мучиться. У тебя ресурс будет в восемь раз больше. Я вижу, я пуха на велосипеде заплетаю. Понятно, что всё это есть. А я вот знаешь, как неудобно, как комфортно, я ищу какие-то способы. Зная, где неудобно, всё, я это у себя вот отбираю. Я вот так потихоньку, потихоньку сама себя вот так вот. Парни, поднимите её на семь сантиметров в пол. Выше? В доске. Хотя бы пятидесятку бросите её под пол. Ну вот так вот, парень. Красиво. Ей семь сантиметров надо выше. Ну, можно десять. Иначе, ну, просто у неё плечевой забивается из-за того, что высоко. А так вот, если бы поработала, а расслопа у неё было бы вообще. Это тебе вот в рост, то этот полок нормальный. Мне чуть низковатый, а ей надо это. Ну, всё-таки, если учесть, что вот это трудозатратно очень, то есть ты настолько отдаёшь, насколько получаешь, то, конечно, надо, чтобы жить этим, любить это. Человек, который вот захочет просто поработать, а вот мне надо денег заработать. Пойду-ка я пармастером. Это через неделю, через месяц всё слетит с темы. Тут надо любить это. И это идёт возврат финансовый, конечно, хороший. Ценник от паренья зависит, какая программа, да, и почасовая оплата идёт. Вот в Челябинске я парлю 3000 рублей час на одного человека. Я всем рекомендую, не меньше двух часов берите паренья, банную программу, потому что за час это всё будет сжато. Там очень много, много разных фишечек, прямочек таких вкусных, приятных. Часа два на одного человека надо. Парной для меня это не гендерный признак человека, мужчина, женщина. Это просто вот, это душа лежит. И я сразу же предупреждаю потихонечку, очень аккуратно. Я говорю, если у вас никаких предупреждений нет, вы можете быть без белья. На самом деле это даже ещё полезнее, это лучше. Потому что бельё, оно, как правило, с синтетикой, с химией какой-то. В парной это нагревается, это выделяются вообще плохие вещества. А ты, когда голышом, это необычное ощущение, во-первых, для человека. И ты соприкасаешься вот с этой девственностью, с этой природой, с стихией. Лучше голышом. Тоже я прощупываю сначала, прочувствую человека, кто будет парить. Если я понимаю, это сразу видно. Это видно по глазам, по мимике лица, по тембру голоса. Если я вижу это пармастер, и это перейдёт, он границу потеряет между всё-таки меня, как человека, я вижу, как женщину будет воспринимать, я не буду раздеваться. Если я понимаю, что всё хорошо, спокойно, он будет меня не воспринимать как сексуальный объект, а как просто человека, тогда легко я могу быть тоже надешём. А клиенты когда-нибудь переходили границу? Переходили, конечно. Переходили. Часто? Ну, давайте так, из десяти человек двое-трое перейдут границу. Сейчас ты может стоя или сначала берёшь стоя? Конечно. Конечно. Ну, у меня уже своя наработанная схема. Как это сделать? Очень аккуратно. Не сказать так, идите вот, пожалуйста, к Богу. Я очень аккуратненько вот эту психологическую защиту выстраиваю, они очень хорошо это ощущают. Нет. Вот в том-то и дело нет. 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 Это вот просто как вот такой вот родительский, такой взрослая такая позиция, да, что нет, со мной так здесь не надо, так нельзя. Это причём словесно даже я не проговариваю. Это внутреннее состояние. Всё. Они очень чётко это считывают и понимают. Тут идёт изначально, до парения, ещё по звонку даже, ещё по договорённости уже слышно, уже слышно тембр голоса человека и понятно, что ему нужно. Я даже сразу могу проговорить, а вот, а у вас массаж есть после бани? Я говорю, конечно, да, и вот, а какой массаж есть? И вот это вот какое-то придыхание, какое-то молчание между слов, и я так сразу очень чётко понимаю, я говорю, задавайте вопросы, называйте вещи своими именами. Вам нужен интим? Ну, 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 ну да. Я говорю, нет, нет таких услуг, в бане нет у меня, всё очень спокойно, ну, ладно, хорошо, всё понятно. Прошла я это уже тоже границу между тантрой и всё-таки сексом. Я считаю, оно друг от друга неотделимо, это всё рядом, это всё вместе, и тут я жадина, тут я жадина до своей энергетики, чтобы отдавать. Я считаю, что это должно быть таинство между мужчиной и женщиной, только вдвоём, только в отношениях с любовью, с физикой, вот эта глубина, нет, такие массажи, это только в отношениях. Когда-то вот были отношения, и я очень хорошо тоже понимаю, это тоже определённый такой тест, тест-драйв на мужчину, а как он будет реагировать? Вот чётко, сразу, если я вижу, какая-то появляется ревность, на самом деле, для меня это уже сразу же всё такой отсев идёт. Ну, зачем меня ревновать здесь, зачем вот это вот, у меня это, я уже говорю, это не сексуальный объект, это совершенно другое для меня, и потом у меня будет потом так же и в жизни ревновать. Ревность – это не про любовь, это про эгоизм. Это всё настолько индивидуально, это зависит от сосудов, вот кожа тоненькая, да, толстая, допустим, да, от давления, от крови, зависит от характера, насколько выдержка вот эта волевая, да, вот хочется, может выдержать жар, пар или нет. На самом деле, и это тоже, и баня, она также подстраивается настолько индивидуально, как вот психолог, он вот ищет вот такой вот метод, да, как человека всё-таки расслабить, чтобы вот он снял эти все масочки. И вот как раз-таки те люди, которые не любят баню, говорят, всё, мне плохо, это на самом деле не только девочки, и мальчики, и мужчины, то же самое, говорят, да зачем мне это жарливо нужно? Я говорю, вы попробуйте хоть один раз моё парение, вы тогда поймёте, что оказывается можно и по-другому, не обязательно, да, прям сильно жар какой-то, и вот это вот потихонечку томить при 50 градусах даже. И вот они ощутят, что нету опасности, нету опасности, что ты поплывёшь, и мне всё плохо будет и так далее. Они испытают этот опыт переживаний телесный, эмоциональный, ментальный, и всё, и вот они прям поймут этот вот кайф, потом их за уши не обтянешь. Ну, если учесть, что всё циклично в нашей жизни, весна, осень, день, утро, да, вечер, если это баня, я не знаю, вы, может быть, так видите, я не вижу умирающего ничего, ну, даже если она умрет, она потом возродится, однозначно. Это будет такой цикл спиралевидный. Популяризировать, знаете, как так, ой, всё, сидишь тут с телефонами, фу-фу-фу, молодёжь, ну, это уже эгоизм, это уже классовость какая-то. Спокойно, за руку не тянут никого, да, физически, эмоционально, только по желанию, только добровольно. Хотят, хочет молодёжь это испытывать, пожалуйста, а на самом деле им говорить ничего не надо, звать не надо, ты своим опытом будешь показывать. Они смотрят, вот даже элементарно, Нина, да, вы спрашиваете, как ты выдерживаешь? Я говорю, ну, понимаете, вот это, вот это, вот это. А они кумекают, о, такая, ничего ж себе, а я там так же хочу, например. Да, то есть ничего говорить даже не надо им, популяризировать как-то, да, доносить. То есть своим опытом, своим вот внешним видом, эмоциями, ну, это самое первое. А вот это сарафанное радио из уста в уста, оно срабатывает, это просто моментально. Самое, наверное, лучшее, это вот доносить до людей, ну, не доносить специально, а ты просто разговариваешь о погоде, а ты о бане поговорил. И все такие, о, а я тоже хочу, ну, а надо попробовать. Даже вы сейчас только что сказали, я уже хочу в баню к тебе. Ну, у меня реклама на Авито есть, и вот это сарафанное радио. То есть сарафанное радио, это тоже вот так у меня есть контакты, и они, да, набирают, мы хотим попариться. Я прозваниваю в баньку, где аренда свободная есть, арендую, все, и мы по времени состыковываемся и спаримся. С Авито также смотрят, набирают, я объясняю всю программу, которая, все нюансы, оплата, и да, да, нет там, нет. Вот в том-то и дело, конкуренция, это тоже, ну, это, конечно, здоровая амбиция, она, может быть, и подстегивает, но у меня настолько все индивидуально. Мне вот тоже ребята вчера говорят, почему ты не выступаешь на банном чемпионате? Я говорю, слушайте, я говорю, я вот это оценочное восприятие настолько, оно мне неприятно, я там скукожюсь, я там не дам. Поэтому минимально судьи увидят то, что я делаю, это просто спокойно, без оценочного восприятия. Они же пошутили, ой, значит, ты не умеешь парить. Угу. Они пришли ко мне потом париться. Ну, давай, удиви нас. Они потом с такими, они даже говорить не могли ничего. Все понятно было. Так, динь-динь-динь-динь-динь, и упал. Оп, посмотрел, оп, уже женщина. Здесь только что была жила язвечка. Уже с вениками. Это так божественно. Телефон. Оп, посмотрел, уже женщина. А там тоже была женщина, понимаешь, там только что был массаж на ногах такой. Продолжение следует.